Кикбоксеры против каратистов, а им соперники – воспитанники детской и юношеской спортивной школы и танцоры студии «Моден Арт». Четыре сборные приняли участие в фестивале «В будущее со спортом». И отправились они туда с задания, которое готовили заранее – визитная карточка. Представление команд положило старт фестивалю. Он популяризирует занятия спортом и здоровый образ жизни. Потому что команда показывает не только свои спортивные качества, но и, видите, как танцевально-художественное мастерство. В программе соревнований только командные дисциплины. Сплоченная синхронная работа требовалась составом на скиппинге. Это групповые прыжки через скакалку. Восемь спортсменов вдоль управляемой веревки. Двое их товарищей держат ее с концов. Главное – не сбиться с темпа. Выиграли здесь каратисты. Их команда сумела прыгнуть 55 раз. Каждому по-своему сложно. Так как тот, кто крутит, ребята говорят, что сильно забиваются руки и очень тяжело с одним темпом крутить. А тот, кто прыгает, очень выносливости бывает, порой не хватает, ноги тоже устают и тяжело прыгать становится. Не меньшей сплоченности требовал и следующий заключительный конкурс – комбинированная эстафета. Налегке бегать не получилось. Сначала дистанцию преодолевали с мячом. Потом в ход пошли гимнастические кольца и на старт вышли сразу три участника из команды. Пока одни держали обручи, их товарищ проходил сквозь них. Завершали эстафету и вовсе с другом на руках. Соперники сложные у нас, особенно федерация каратэ. Они очень ловкие, прыгкие и всё такое. Но тут нет слабых противников. Все сильные у нас и соревноваться нужно жёстко. В спортивной подготовке можно только позавидовать команде каратистов. Парни – безоговорочные лидеры фестиваля. Серебряную награду завоевали представители танцевальной студии «Моден Арт». Вронзовая награда досталась воспитанникам детско-юношеской спортивной школы.